Ну что ж, друзья, мы продолжаем эфир, ежедневный эфир бизнес-канала на Финам.ФМ. Сейчас его вторая половина, называемая «Бизнес-класс». В эфире этого, этой программы, да, в эфире «Бизнес-класс» мы встречаемся с российскими бизнесменами. Ну, как мне подсказал один из сегодняшних гостей, ёлки на носу, праздники новогодние на носу, поэтому, наверное, и актуально встретиться с представителями «Эвент-бизнеса» прежде всего. Хотя обсуждать мы будем не эту радостную тему, что, впрочем, тоже можно было бы заявить, да, в качестве обсуждения. Вот, обсуждать мы будем другую, мне пока доселе незнакомую, но очень, на мой взгляд, привлекательно романтическую, ну, хотя бы исходя из названия, тема сегодняшнего эфира «Геобрендинг». «Геобрендинг» или «Продвижение регионов по средствам проведения социально значимых мероприятий». Ну и представляю моих гостей сегодня в студии. Дмитрий Козлов, исполнительный директор НАОМ. Дмитрий, добрый день. Добрый день. И я расшифрую сразу, да, Национальная ассоциация организаторов мероприятий НАОМ. Дмитрий Калантаров, член совета НАОМ, генеральный директор рекламной группы «Сектор». Дмитрий, добрый день. Добрый день. И Сергей, я подумал о том, что вот сначала ошиблись, видимо, Дмитрия написали «Князев». Вот это была бы кульминация. Три Дмитрия в студии, да, к кому обращаться, боже мой. Ну, слава богу. Сергей Князев в студии, генеральный продюсер ивент-холдинга «Князев». Сергей, добрый день. Добрый день. Рад вас видеть, тем более не первый раз в этой студии. Ну что ж, уважаемые слушатели, телефон нашего прямого эфира, телефон нашей студии 651099,6, код города 495, сайт компании finam.fm. Всем этим вы можете воспользоваться, чтобы дозвониться до нас, задать свой вопрос, написать на сайте его. Мы, естественно, наши сегодняшние гости, мои гости, ответят на эти вопросы или прокомментируют, собственно, ваше мнение. Все, 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 все готово, можно начинать. Итак, Дмитрий Козлов, давайте, да, Дим, с вас, а, извиняюсь, извиняюсь. Дмитрий Козлов, я географически пытаюсь все, что написано у меня, каким-то образом совместить. Итак, Дмитрий Козлов, вполне директор НАОМ, собственно, с вас мы начнем. И просьба первая, да, расшифруйте, что же, что же есть такое геобрендинг, о чем речь. Геобрендинг, наверное, можно трактовать так, это комплекс маркетинговых мероприятий, который направлен на позиционирование региона с точки зрения его социального развития, культурного развития, бизнес-развития. И данное позиционирование направлено как на сопредельные территории, на соседние субъекты, да, если у нас речь пойдет, я так понимаю, о Российской Федерации. Ну, я хотел узнать, да, о каких территориях это идет речь? Ну, учитывая последнее событие, то, что у нас ведущие информационные холдинги преобразуются в другие структуры, задачами которыми будет позиционирование именно в дальние зарубежья. Вот поэтому большинство регионов позиционирует себя также и на дальние и ближние зарубежья, ну, прежде всего, для решения вопросов по увеличению туристического потока. То, что касается Российской Федерации, ну, опять же, это на сопредельные территории распространяется данная работа, ну, и также, ну, то есть по всей необъятной нашей стране. Понятно, понятно. То есть это некая, еще раз говорю, берем локальная география какая-то, позиционирование на сопредельные территории внутри России или даже за ее предел для того, чтобы... Для того, чтобы вывести в информационное поле сильные стороны того или иного региона, особенности культурные, географические, социальные. Вот это важно. О сильных сторонах хотелось бы поговорить. Дим, следующий вы тогда. О сильных сторонах поговорим. Ну, дело в том, что у каждой территории есть свои сильные стороны, и как раз в этом и заключается там, да, понятие геобрейнинг для того, чтобы как бы именно вычленить их, и чтобы можно было определенным образом и спозиционировать, и продвинуть так, чтобы это стало, с одной стороны, и определенной точкой роста, там, да, дополнительной экономики региона, и способствовало какой-то дополнительной самоидентификации, там, да, жителей, и в свою очередь, чтобы это привлекало внимание как внутренних, так и внешних, как бы, туристов, и способствовало генерации вот этого, как бы, трафика дополнительного. Поскольку сейчас мы вступаем в 2014 год, который объявлен годом культуры в России, вот, безусловно, мы все ожидаем по мере возможности, чтобы этот год принес не только серию культурных мероприятий, которые проводятся в достаточно приличном количестве по стране, носит как локальный характер, так и федеральный, различные, большое количество различных, там, фестивалей, там, конкурсов, каких-то локальных мероприятий. Ну, и хотелось бы, чтобы в течение этого года появились и были бы активизированы определенные, как бы, программы, как бы, на местах, которые, получив толчок, там, да, возможно, там, да, при какой-то и федеральной поддержке, вообще, по большому счету, все, что связано с геобрендингом, это ни в коем случае не является инициативой какой-то одной, как бы, из сторон или одной, какой-то из сил. То, что связано и привязано, как бы, к территории, это и проект, который может быть удачно, как бы, реализован, и потом начать, как бы, обрастать и что-то генерировать вокруг себя, там, да, и инфраструктуру, и интерес, там, да, и какое-то сообщество каких-то смежных, интересных, как бы, проектов, точек соприкосновения, это определенная, как бы, смычка интересов как органов власти, так, бизнес-структур и, безусловно, населения. Если проект отвечает, там, да, только декларируемый, там, да, на бумаге достижения этих целей, там, да, либо инициируется, там, да, одной из сторон, там, без учета мнений и, скорее всего, даже без какого-то полноценного, как бы, диалога вот этих трех обширных, там, да, и основных целевых аудиторий, то он просто-напросто, как любой, там, круглая дата, которая периодически проходит у нас в стране, да, то, соответственно, она пришла, дата пришла, что-то сделали, там, программы, условно, как бы, были какие-то реализованы, галочки поставлены, мероприятие, как бы, провели, и все, там, да, цирк, да, цирк ушел, и причем даже клоунов не осталось, там, да, в роли клоунов местные жители остаются, которые понимают, там, да, что уж кому, возможно, и нужен был, там, да, только тем, кто стояли к этому мероприятию или определенным образом имели доступ к бюджетам, там, да, а что касается самих, как бы, самого, как бы, города, там, да, или региона, там, да, и какой-то территории, как правило, там, да, остается, то есть праздник или событие ушло, там, да, а ничего положительного, там, да, и не осталось, и какие-то программы, генерующие какие-то процессы на дальнейшее, как бы, развитие, они не активизированы, поскольку, безусловно, здесь можно даже, там, следующий подход, там, да, все равно, как голодного, там, да, можно, там, да, накормить его, дав ему рыбу, там, да, а можно дать ему удочку и научить ее ловить, и в результате он потом, как бы, будет кормить себя сам. Да, здорово, да, хороший подход. Кстати, вот это наверняка проблема для того, чтобы действительно не стало разовым каким-то мероприятием, это... Это должно быть принято населением. А, вот как. Это, в первую очередь, если народ принял какой-то праздник, и он считает, что это, вот, идеально ложится в его культуру, то дальше уже праздник начинает жить сам, независимо от того, хочет федеральная власть поддержать его, или, там, местная власть какая-то или нет, народ будет это делать. Ну, прилетящий пример города Одессы, который мы все любим, где юморина стала, ну, просто, что называется, знаковым событием, и любой одессит, он знает, раз в году, вся страна, Украина, да, и вся Россия, вообще все будут смотреть на Одессу, что же там происходит смешного, и так далее, и так далее. Мало того, этот праздник все равно живет потом весь год. Я хочу просто добавить, вот, к тому, что мои коллеги уже сказали, что есть блестящие примеры, на самом деле, того, как регион, имея некое культурно-социальное событие, живет этим, фактически увеличивая свой бюджет. Ну, если говорить о западном опыте, то, вот, смотрите, город Венеция, венецианский карнавал. Ну, трудно себе представить сейчас, что люди не знают о том, что есть такой город, и главное, что в нем есть вот этот вот самый замечательный карнавал, и едут туда со всей Европы, и сейчас уже из России, и так далее. Вот. Бюджет пополняется в этот день так, как не пополняется потом ни в один другой, даже в пиковые туристические сезоны. Все знают, что Париж — город любви, ну, и, соответственно, вот этот имидж города любви, он приводит к тому, что все романтически настроенные натуры едут туда. Так, я понимаю, надо прерваться, да? Да, придется, к сожалению, Сережа. Ну, и сейчас после новостей мы... Это самое интересное место. Да. Мы продолжим. Про Париж это очень интересно. Сейчас новости. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня обсуждаем тему геобрендинга или продвижения регионов посредством проведения социально значимых мероприятий. Представляю еще раз моих гостей в студии бизнес-класса сегодня. Дмитрий Козлов, исполнительный директор НАОМ. Еще раз напомню, это национальная ассоциация организаторов мероприятий. Также в студии Дмитрий Калантаров, член Совета НАОМ, генеральный директор рекламной группы «Сектор». И в студии Сергей Князев, генеральный продюсер ивент-холдинга «Князев». Телефон в студии 6510-99,6, код Москвы-495, сайт компании «Финам.ФМ». Ну что ж, Сереж, в Париж. В Париж. Но я бы уже от Парижа двинулся бы дальше. Дело в том, что примеры... Нет, подожди, о Париже ты мало рассказал. Ну, пример, ну как, Париж, город любви. На самом деле, сами парижане, я так понимаю, активно поддерживают эту тему. Она им самим нравится. И, в общем, весь мир теперь уже поверил в то, что Париж город любви. А, кстати, вот неожиданно у меня мысль появилась такая. Сами парижане, ну, со слов Сергея прежде всего, да, поддерживают эту тему. Им это нравится. А представим какой-то другой город, какую-то другую тему. Это город не город любви, например, а чего-то другого. Это привлекает, тем не менее, привлекает со всех сторон. А вот этим местным жителям не сильно нравится подобное мероприятие. Бывает, может быть, такое теоретическое. Да бывает такое. Я бы сказал, что есть тому примеры, когда пытались, например, сделать из Перми, там, город, культурную столицу России. Так. Европы? Европы даже, да. Вот так, по-моему, за заявку была на Европу. Да давайте уж мир, а что уж там. Да. Но при этом сами горожане скептически вообще к этой идее относились. Я как раз был в Перми, когда это активно обсуждалось и в федеральной, и в местной прессе. И я помню мнение самих жителей Перми, как они просто пахахатывали. Нет, там забавно вообще звучит. Давайте сделаем, ну, неважно, из Перми или из какого-то другого, культурную столицу России. А что это значит? Как это? То есть назначим. Теперь вы культурной столице. Все. Нет, на самом деле, если позволите, я бы здесь прокомментировал, что, начав от Перми, там, да, естественно, это был такой амбициозный достаточно проект, смелый, и по происшествии нескольких лет можно реально сказать, я тоже периодически там бываю, можно сказать, что он определенным образом изменил социально-культурный ландшафт самого города. То есть, по большому счету, с мыслью о том, что Перми, культурная столица, уже выросло молодое поколение. Естественно, не все то, что в рамках этой идеи реализовывалось, оно как бы принималось населением и вообще обществом. Поскольку было много, как бы, перегибов, и некоторые люди, которые имели отношение к проекту, конечно, вот этот, как бы, крен, там, да, в сторону актуального искусства, который часто, как бы, к искусству как-то таковому отношения не имеет, там, да, естественно, он принес свои, как бы, погубные, как бы, плоды. Но вместе с этим, по большому счету, возникло очень много, большое количество, там, творческих инициатив на местах, которые способствовали определенному появлению у населения, определенному, как бы, интересу, как бы, жизни, участии в различных, как бы, процессах. И, абсолютно смело могу сказать, что и гордость за ту землю, на которой он, как бы, проживает. Поэтому, несмотря на то, что изначально, там, да, это затея по поводу того, чтобы получить статус культурной столицы Европы, ну, понятно, что это, как бы, нельзя было сделать, поскольку мы там, да, мы, Россия, просто она не входит, как бы, в Яросоюз, и это бы никогда, как бы, не произошло. Вот. Но как прецедент и то, что этот шаг был сделан, это большое, как бы, дело. Поэтому на сегодняшний день, вот, даже в недрах, там, да, нам нашей ассоциации и форума, который мы проводили по геобрендингу, обсуждается инициативной группой по поводу того, что если бы у нас возникли бы предпосылки и возможности для того, чтобы запустить проект культурной столицы России, как, собственно говоря, есть там, да, проекты культурной столицы, там, да, арабского мира и культурной столицы Европы, в котором как раз происходит эта смычка, там, да, бизнес, власть, там, да, и население, когда есть определенная, там, да, создается программа, с которой формируется некое экспертное сообщество, которое отсматривает предложения различных городов, как бы, и территорий, там, да, иногда они выступают, как бы, пулом, по поводу, как бы, реализации неких, как бы, проектов с участием, в том числе, как бы, местных, как бы, властей, что касается административной, финансовой поддержки, местного, как бы, бизнеса при поддержке населения и, в свою очередь, дается на каком-то верхнем, каком уровне, ну, в частности, там, да, для Европы, культурной столицы Европы, это, там, да, средства, как бы, Евросоюза, выделяется определенный грант, там, да, на поддержку этой программы, естественно, это связано не только, там, с неким культурным наполнением, там, да, естественно, должен быть определенный, как бы, для этого, как бы, бэграунд, предпосылки, там, да, какой-то уже существовать, культурно-исторический ландшафт, там, да, но, в свою очередь, в рамках этого финансирования, которое измеряется, там, сотнями миллионов евро, в результате, как бы, строятся, как бы, некие инфраструктурные объекты, там, да, реализуется комплекс мероприятий, который, по сути дела, именно в этот год привлекает огромное количество туда, как бы, туристов, интересов, партнеров различных, там, да, организаций, и, в свою очередь, запускает некий механизм, чтобы потом, там, да, этот город уже существовал, и в том числе, как бы, там, позиционировался именно за счет получения какой-то, может быть, единственной, а может быть, дополнительной какой-то краски, там, да, которая формирует его лицо. Да, то есть, на местный ландшафт, чтобы это легло, да, и уже заработало с вами. Ну, вот, возвращаясь к разговору о проектах, так называемых, да, можно какие-то примеры привести? Вот сейчас, Сережа вспомнил этот пример с культурной столицей Европы. Культурной столицы Люби, да, там, я так понимаю, проводились какие-то мероприятия, художественные выставки, да, вот, насколько я помню, то есть, с этой точки зрения, да, она имела возможность превратиться в культурную столицу. Какие-то другие примеры, что есть некий, некий другой регион. У нас в России или вообще по миру? Ну, я не знаю, давайте у нас в России или вообще по миру, потому что, еще раз повторяю... У нас в России примеров-то очень мало, на самом деле, их, к сожалению, хотелось бы, конечно, иметь больше, но их не так много. Да, несмотря на то, что мы, там, эвентеры, естественно, нам понятнее, естественно, мы заинтересованы в том, чтобы присутствовала некая, как бы, событийная составляющая. Но, если говорить, там, откровенно, то, что касается геобрендинга, далеко не всегда это должно быть, как бы, основным. Безусловно, на стадии... То есть, события не всегда должны присутствовать. Не всегда, безусловно, на стадии запуска, там, да, этот импульс, там, да, безусловно, за счет, как бы, событийная составляющая. А дальше могут запуститься другие механизмы, там, да, возьмем один из удачных примеров, который, там, посмотрел, сформировался, там, последние, там, да, в последние десятилетия. То есть, это, там, не знаю, тот же самый, там, в Иерусалской области город Мышкин, да, в котором сделали, как бы, музей мыши, в котором, там, да, 10 тысяч местных жителей, там, да, но, тем не менее, туристов, там, да, превышают в течение, как бы, года несколько десятков в десятки раз, там, да, и, по сути дела, город, за счет своего, как бы, названия, там, да, по сути дела, поставив на зверушку, там, да, он выиграл, там, да, и, понятно, может быть, там, поначалу не всем... Жителям нравилось, там, да, но, тем не менее, время, оно всегда, как бы, расставляет все на своих местах, тем более, это абсолютно, как бы, не чужеродная история, там, да, а она все-таки привязана корнями, именно к этой, как бы, земле. Вот это вот важно найти, вот этот ключик, там, да, именно к каждому городу, к каждому территории, там, да, и в этом, безусловно, и важен, как бы, и диалог, там, да, не только подключение каких-то мощных, там, да, аналитических, там, да, и экспертных сил, для того, чтобы именно вычленить эту составляющую, но еще, как бы, именно диалог всех, как бы, заинтересованных сторон. Да, по поводу заинтересованных сторон, мы тоже это с вами, я надеюсь, еще обсудим, насколько я понимаю, да, Дим, в числе этих заинтересованных сторон, как минимум, местные жители, это руководство, да, этого униципалитета, то есть администрация какая-то, и это бизнес-составляющие, да, то есть те самые потенциальные инвесторы, из которых этот проект не живет. Но экспертное сообщество, мне кажется, здесь тоже имеет значение, потому что идею найти, она не всегда на поверхности, город Мышкин, вот я даже представляю, там, сколько-то, сели вот так вчетвером, да, давайте, ребята, идею, город Мышкин, давайте музей мыши сделаем, и все, и закрутится. Может быть, да, это вот некая такая очевидность, да, а в какой-то момент приходится и глубже, наверное, копать, вот это экспертное сообщество, кто они, эти люди? Ну, может быть, и... Да, я хотел... Возвращаясь к примеру, да, Дим? Буквально два слова, короткий комментарий, собственно, с чего я начал, то, что все-таки геобрендинг и маркетинг территории — это комплекс мероприятий. Конечно, там, первоначально это некий концептуальный подход, изучение потребностей как со стороны общества, так и запрос от органов власти, потому что, как правило, импульс идет от власти. Власть заинтересована, чтобы регион перемещался на более передовые позиции по социальным параметрам, по экономическим, и за счет этого, ну, собственно, жизнь становится интереснее, веселее и ярче. Но относительно того, что у нас недостаточно, так скажем, примеров, ну, вот я буквально вернулся вчера с ежегодного мероприятия Russia Event Awards, который проходил во Владимире, и там оценивается экспертным сообществом все те проекты, которые реализуются в области геобрендинга, то есть позиционирования регионов. Это наши коллеги-эвентеры зачастую, которые реализуют различные проекты, как правило, это событийный характер, фестивали, бизнес-мероприятия, либо некие комплексы по пиар-освещению деятельности региона. Но, собственно, итоги должны быть подведены уже сегодня и от ассоциации, от НАОМ. Я очень рад, что члены ассоциации прошли все кордоны жюри, да, и наши проекты, наши ближайшие коллег попали в шот-лист. Поэтому есть и примеры, да, но то, что касается Перми, это очень сильно засело в сознании. Но, к сожалению, не хватает информационной поддержки и действительно тем интереснейшим проектам, которые реализуются от Калининграда до Петропавловска-Камчатска. Просто, к сожалению, это не попадает в информационное поле. Как раз-таки задача экспертного сообщества доносить до всех интересующих сторон то, что жизнь, она кипит, да, очень нестандартными проявлениями в плане проектных решений. В том числе и Москва пытается, да, собственно, быть в тренде, да, относительно каких-то новых идей. И Россия по сей день выигрывает конкурсы по очень крупным событиям мирового уровня. Вот последнее, чего получилось добиться, это Екатеринбург, огромный проект по экспо, да, огромная выставка, которая вот должна пройти в России. Поэтому есть все основания для того, что данная деятельность, она будет продолжаться так же ярко и эффективно. Дай бог. Я хотел бы уточнить, что не всегда это попадает в информационное поле. Это в чем проблема? А это вот как раз отсутствие события, если уж говорить. Потому что, как правило, освещается событие. То есть если в городе, допустим, открывается какая-то там обалденная выставка картин. То есть это невозможно не заметить, да? Да, тут есть момент, да, если вокруг этой выставки нет события, ну вот открылось и открылось, туда приехали какие-то художники, выставили свои работы, сам город об этом знает. Подожди, выставка это не событие? Выставка это не событие, скажем так, это повод для того, чтобы события создать. А что это событие вокруг? Какой-нибудь скандал обязательно? Да почему же обязательно скандал? Это может быть красиво обставлено там, я не знаю, привоз какой-то одной картины, например, да, из всех, что там будут представлены. Какой-то такой особенный там, если даже ее нет этой картине, ее придумать надо просто, да. И вот связано с тем, как ее там разгружали на вокзале этого города. Как там мэр приехал для того, чтобы поцеловать этот ящик с этой картиной, там поклониться ей, не знаю. Ну или еще вот какие-то вот такие вещи, я, может быть, бред несу, но при этом при всем я могу сказать, что информация, да, информационное поле создается там, где есть события. Вот не помню, какой город, 4 или 5 лет назад мэр города сказал, маленький город в России, вот как Мышкин, такого же формата, мы будем, у нас самые лучшие соленые огурцы во всем, во всей России. Я не скажу, это где-то под Суздали. Да, 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 да. И они сделали праздник соленого огурца, они открыли, они через год открыли памятник соленому огурцу, они стали делать ярмарку соленую, в общем, короче, и народ пошел, и потянулся, пресса сразу зацепила. Смотри, вот это не воспринимается, обыватель не воспринимает это на уровне идиотизма, это нормально все, вот это такие вещи? Ну а почему идиотизм, потому что тут же это в культурной столице Европы, во-первых, это в культурной столице Европы и День огурца. А что, День соленого огурца, да, это праздник соленого огурца, который проводится в этом городе, так весь город теперь этим живет, они солят огурцы, они там по каким-то рецептам, эти рецепты какие-то там друг у друга воруют. Нет, ну и потом задача-то решена, да, народ туда ездит, и реактивно. Да, это вопрос пути, который выбирает город и, соответственно, и бизнес, и население, там, да, если им импонирует такой путь развития, там, да, и позиционироваться с огурцом, там, да, но мы не берем сейчас, даже не обсуждаем Америку, где, наверное, как бы самые, как бы, идиотские вообще конкурсы, которые могут... Купание в грязи какой-то, бросание тортами, там, да, поедание яичных желтков, там, да, гамбургеры и прочее. Ну смотри, это все тоже... Да, если кто-то хочет, если кто-то хочет там, да, позиционировать за счет, как бы, огурцов, за счет овощей, бахчевой культуры, фрукта, а не животного, и не уже говорить по поводу того, что какой-то исторической личности, какого-то, как бы, объекта по поводу... Я так понимаю, это за неимение просто, вот не было в этом городе исторических... Может быть, они выбраны, нет, на самом деле, что здесь, если говорить, там, да, откровенно, то, по большому счету, там, надеюсь, в дальнейшем, когда у нас будет возможность перемещаться за вменяемые деньги из одного города, из региона в другой, и, соответственно, к нам... Поедут, да, поедут иностранцы, да, то понятно, там, да, что не только одной высокой культурой, там, да, живут люди, или, во всяком случае, не все. Это как в магазине, там, да, ну, понятно, кто-то идет к одной товарной полке с одной, как бы, ценой, там, да, и с одним, как бы, наполнением, а кто-то подходит, как бы, к другой. Поэтому главное здесь выбор, там, да, и, по большому счету, хорошо, пускай это будет так, там, да, пускай лучше, как определенное количество людей, которых, там, интересна тема, как бы, связанная, как бы, с огурцом, там, да, может быть, там, помимо этого огурца вокруг крутится еще много интересного, там, да, и это всего лишь как некий монок, как некий информационный повод, чтобы уже потом, там, да, нанизать на эту ниточку еще какие-то другие, как бы, активности и достоинства, которые могут быть, там, да, и наверняка есть, там, да, на места. Но, во всяком случае, как... Дима, она есть везде, вопрос долгого. Я родом из Новосибирска, там, когда-то, там, создали Академгородок, хорошая платформа, так сделать, допустим, да, тут вот, чтобы ассоциация была, Новосибирск, там, город науки, но он так и звучит, правда, вот, для нас, для жителей Новосибирска, когда я там жил, я знал, что Новосибирск город науки, когда я приехал жить и работать в Москве, я понял, что кроме нас, новосибирцев, об этом никто не знает. Ну, неправда. Все слышали, что есть Академгородок. Есть идиомы даже, на мой взгляд, устоявшиеся, Новосибирский Академгородок, вот я с детства не воспринимал. Да, но так вот теперь получается так, вроде в Новосибирске есть платформа для такого, да, вот для геобрендинга, да, вот сделать там побольше чего-то связанного с наукой, там, да. Да, и даже пытаются что-то делать, но как-то это все так вот. Но опять смотри, вот тоже мысли, смотрите, в Новосибирске есть, да, Сережа, говоришь, это самая платформа, есть основатель, и в результате Новосибирск для новосибирцев, да, становится этим брендом, а все остальные об этом не знают. Вот это проблема или задача? Да, это проблема, потому что опять же нужны события, которые бы так или иначе привлекали внимание прессы, а пресса уж разнесет об этом весть всем, что, ну, я не знаю, там в Новосибирске, допустим, ежемесячно или там ежесезонно проводятся какие-то чумовые выставки научных достижений, съезжают со всей России какие-нибудь кулибины и представляют их там. При этом при всем дальше уже пошла инфраструктура работать там, да, что это сезон, например, зимой там, да, все про то, чтобы было тепло, а летом, когда жарко, да, все про то, чтобы было холодно, что нам наука дает про холод, там, ну и так далее, я не знаю, какие-то вещи. Я понял, это опять, как ты говоришь, да, я сейчас, как это, бред несу, бред, но он абсолютно... Он может найти отображение в проекте. А как обычно мысли-то находятся, да, давайте набрасывать, набрасывать. Я не помню, какой город тоже, вот, какой-то на севере город, они стали делать ежегодно фестиваль живых скульптур, по-моему, на протяжении пяти лет уже. И поначалу было так здорово, то есть я помню, как меня уже спрашивают, ты туда поедешь, нет там живых скульптур каких-то там смотреть, везти туда и прочее. И у них года два это все здорово шло, потом мэр сменился, и как-то так все затихло. Хотя, на самом деле, было реально у города, у которого ни экономики, ни каких-то там предприятий, ни заводов, ничего, сделать некое имя себе там, да. Все бы знали, раз в году все живые скульптуры там вот они. Это как в Барселону, там же есть вот этот праздник живых скульптур, там съезжается вся Европа на него смотреть. Или как это, Амстердам, да, город кайфа. Ну вот и все, ты знаешь, почему город кайфа. Не будем о кайфе, в хорошем смысле этого слова. В хорошем смысле, да. Дим, вот Сережа привел пример, да, сменился мэр, и все, и вся история затухла. Это вот плохо, это значит, что это зависело от одного человека, то есть, условно, как бы от власти, которая в тот момент держала какую-то контроль. Это была инициатива, да. Получается, это насаждаемо было. Безусловно, там, да, если бы, я думаю, что там в этот процесс были бы действительно гораздо сильнее, как бы, увлечены там, да, и жители, и бизнес, и, соответственно, на этом развивались какие-то межрегиональные связи, как бы, отношения, и были созданы какие-то генерированные потоки, то в результате просто, ну, это просто самоубийство было там, да, тот, который новый пришел бы, и если бы он это прекратил, там, да, никуда вел. Но вопрос в следующем, то, что, наверное, может быть, даже это и неплохо, там, то, что в свое время это пошла инициатива, там, от мэра. Плохо то, что не было правильно выстроена эта схема, там, да. В увеличении людей. Да, в этом речь. В увеличении и поддержании в дальнейшем. Значит, собственно говоря, это, там, наверное, это делалось по указке. Ну, да. Там, да, не было какой-то работы, которая этому предшествовала и поддерживала интерес на предыдущем, в предыдущий год. А, собственно говоря, происходит, как всегда, там, да, условно, как бы в плане поставили мероприятие, бюджет, там, да, выделили и, собственно говоря, понеслась. Совершенно. Там, да, на самом деле, сейчас есть такой тренд, там, да, то, что, вот, ты привел пример, как бы, Новосибирск. Естественно, сейчас все, как бы, вспоминают такой некий камбэк на USSA, там, да, вспоминают даже, как бы, несмотря, как бы, в глубину веков, там, да, а даже, беря, как бы, шаг назад, в век предыдущий, вспоминают о своих каких-то либо возможностях, либо исключительно каких-то предпочтениях, либо ожиданиях. Поэтому, приведу пример, там, да, один, ну, наверное, из последних, там, да, мероприятий, который, можно сказать, что относилось тоже, относится, как бы, геобрендинг напрямую. Ну, это в городе Норильске прошел уже второй раз, как бы, фестиваль «Параллели». Там, да, почему он, как бы, собственно говоря, там появился? Потому что, ну, все знают, что, там, во время Советского Союза, там, да, жители Норильска были самыми, как бы, состоятельными людьми, которые могли себе позволить практически все, там, да, то есть, ни один город на сегодняшний, то есть, на тот момент, как бы, рядом не стоял, там, да, понятно, они ездили дыхать в Сочи и могли чуть ли не на каждый выходной, если нужно, там, слетать, как бы, в Москву, там, погулять, как бы, вернуться обратно. И, естественно, как бы, после того, как ситуация изменилась, там, да, несмотря на то, что по достатку, понятно, по доходу, наверное, в среднем по России, там, да, все равно это самое, как бы, высокие, но, условно, то отношение, там, да, и те возможности, они, как бы, потеряли, и отношение к себе, то есть, да, если раньше они люди чувствовали, там, да, и с гордостью говорили, что они, там, из Норильска, то в результате сейчас они почувствовали, что они не то, что один из городов, который обращает внимание на территорию России, а в том, что они вообще находятся на отшибе, на многие тысячи километров вокруг них ничего нет, а многие или не знают, или вообще начинают забывать об их существовании, или связывают исключительно с тем регионообразующим предприятием, которое там находится. И проект, который был запущен с привлечением московской компании, это проект «Параллели», который помог определенным образом почувствовать себя, что они находятся, жители Норильска, не на отрыве, а они являются частью мирового пространства. Дима, смотри, сейчас прервемся, потом расскажешь обязательно об этом поподробнее, сейчас новости, и потом продолжим эфир. Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня в студии Дмитрий Козлов, исполнительный директор НАОМ, Дмитрий Калантаров, член Совета НАОМ, генеральный директор рекламной группы «Сектор», и Сергей Князев, генеральный продюсер ивент-холдинга «Князев». Обсуждаем мы тему геобрендинга. Я напомню, телефон студии 6510996, код Москвы 495 и сайт компании «Финам.ФМ». Продолжим наш разговор. Дим, в Норильск опять мы сейчас... Норильск. Одно из последних событий — это фестиваль северных городов «Параллели», который там проходил. Почему выбрано было такое название «Фестиваль северных городов»? Потому что было выявлено то, что Норильск находится практически на одной параллели с несколькими городами, которые там и в Заполярном круге, и в Красноярском крае, и в свою очередь в европейской части России, и более того, как бы в Европе там, да, не помню там даже, что конкретно, но то же самое там, Норвегия, Финляндия и так далее. И в результате создание и проведение как бы фестиваля, который, по сути дела, базировался на неком как бы культурном обмене там, да, и различные как бы активности творческие, как бы привлечены, но способствовало мало тому, что там и позиционирование Норильска, и узнаваемость его там даже за пределами как бы России, потому что многие вообще европейцы, они впервые вообще оказались там, понятно, они знают, что Россия — это там Москва и Сибирь там, да, уже... — Какая-то вроде, да? — Да, какая-то, где ходят медведи, да, и все пьют водку на улице, и ходят в шапках-ушанках круглый год. Вот, то, безусловно, это еще дополнительно способствовало и определенному осознанию и самоидентификации самих жителей там, да, то, что они находятся как бы не на отшибе в городе с ужасной, в принципе, экологической обстановкой, которая влияет и определенным образом, там, каким-то образом формирует некое как бы негативное как бы поле, но что они являются частью некого глобального международного там, да, культурного пространства, поскольку они находятся на одной параллели с другими как бы городами, в которых есть различные как бы творческие инициативы, и, в свою очередь, это определенным образом вдохнуло как бы жизнь в город, там, да, реально на протяжении там трех недель, там, да, город жил различными событиями, которые проходили на этой площадке, и более того, насколько я знаю, многие инициативы, они просто пустили корни на местах, что очень важно, что будет как бы в дальнейшем способствовать поддержанию как бы интересу и анонсированию предварять уже следующий фестиваль, который, ну, наверное, состоится там, да, в следующем году. Вот. И, кстати, вот здесь, коль мы заговорили о городах, там, да, вот, например, вот мы с коллегами часто общались там, да, и обсуждали по поводу как бы позиции там, да, города Москвы, в котором мы находимся, там, да, и несмотря на то, что, по сути дела, вот у нас, казалось бы, есть уникальный как бы шанс, там, да, вот проходит как бы Олимпиада, она заканчивается на следующий 23 февраля, и на следующей неделе так просто совпало, там, да, начинается как бы масленица. В кои веки вот выпал такой шанс, чтобы внимание всего мира переключить, к примеру, там, Сочи со спортивного события, переключить на, наверное, как бы самое по потенциалу сильное зимнее событие, которое может быть в России, которое может привлекать людей со всего света. Но, тем не менее, там, да, ничего по этому поводу как бы не было ни сделано, ни предпринято те инициативы даже, которые с нашей стороны... А инициативы были? Да, с нашей, да, безусловно, они как бы там, да, не получили как бы поддержку. Да, понятно, что здесь, там, да, нельзя было сдвинуть, там, да, именно за счет, как бы, интересковый бизнес, потому что понятно, что здесь, там, да, без заинтересованности города это не пошло. А у города на сегодняшний день нету заинтересованности Москвы проводить такие мероприятия, которые бы способствовали привлечению туристов со стороны. Не, не, Дима, оно вроде бы декларативно-то есть. Да, ну, скорее всего даже... Да, мы хотим туризм сюда, увеличить поток и так далее. Больше все делается именно в социальном каком-то ключе, для того, чтобы даже крупные какие-то события просто размазать территориально, по паркам, по... Это, естественно, когда это все делается... Дима, если мэр города Москвы сказал, в Москве не нужны супершоу, то есть это вроде как, понимаешь, да, все города, наоборот, все мэры городов по всему миру задумываются на том, что каждому городу нужно супершоу свое, и пытаются это придумать и создать. Ну, мэр Москвы сказал, нам супершоу не нужны, и теперь у нас любое мероприятие, оно проходит вот по округам, по префектурам, по... То есть мы пошли в народ, в народ пошли. Ну, и... С другой стороны, может, в этом есть логика уже? Москва наелась в супершоу-то, нет? Ну, а где она наелась? А какое у нас супершоу? Вот, например... Последнее, да? Ну, где оно? Какое? То, что делается на Красной площади, это называется супершоу, потому что, понятно, его смотрят тысячи человек там, и еще какое-то количество людей по телевизору. Доступ ограничен. Это не является поводом для того, чтобы оно как бы привлекало к себе внимание, и кто-то специально туда поехал. Более того, даже когда проходят мероприятия, большинство горожан, они просто как бы бегут. Естественно, Красная площадь — это не место для проведения подобных мероприятий. А у нас есть, допустим, в той же самой Москве замечательные территории. Там, да, тот же самый, допустим, территория Лужников. 140 гектаров. Коломенское. Коломенское. То есть крупный. Казалось бы, там, да, разворачивайся, там, да, не хочу. Но, тем не менее, там, да, на сегодняшний день, там, да, проходят, да, какие-то события, которые, по большому счету, там, да, естественно, они для галочки. Вот по поводу движущей силы, я бы хотел бы в защиту экспертного сообщества, да, вот вы спросили, а были ли предложения? Предложения были, да. И то, что касается ассоциации, мы обращались и на уровень города, и обращались к структурам, которые находятся на федеральном уровне, как раз-таки, чтобы рассмотреть вот эти возможности по тому, как можно дополнительно позиционировать наш город в определенный сезон. Тем более, как вот коллега упомянул, вот этот уникальный переход от того события, к которому мы готовимся уже не первый год, да, и, собственно, вот этот бренд Масленицы, который, в принципе, позиционирует Россию, да, причем исторически и глубоко. Но, видимо, та программа по культуре, которая существует, она уже наполнена, да, и есть полное удовлетворение со стороны власти относительно того, как занять население, да, как, собственно, разнообразить жизнь граждан в этот большой такой промежуток отдыха. То, что касается тех мероприятий, которые у нас не проводятся в центре города, да, а есть такая тенденция, то, что, чтобы участвовал весь город, да, и по округам людям не надо бы там проводить дороги час, чтобы попасть на какую-то елку там или на какой-то концерт, им всего лишь нужно доехать до парковой зоны либо пешеходной зоны. Я, на самом деле, только за, чтобы город полномерно участвовал в празднике. Но то, что касается экспертного сообщества, вот очень важно, чтобы, опять же, где больше получается в этом смысле реализовывать хороших ярких проектов, там, где есть активность этого сообщества, те эксперты, которые выходят на уровень власти, которые выходят с предложения, входят в оргкомитеты, рабочая группа и прочее, прочее, прочее. То есть тут инструментарии классические, но не все им пользуются достаточно грамотно, да, ну и, собственно, не всех... Фактически город закрывает двери перед экспертами. Я бы сказал вот так. То есть любая инициатива от экспертов воспринимается как ребят. Ну, а чего нам тут? У нас все так все хорошо. У нас все хорошо. А эксперты есть. Они есть и все последнее время показывают, вот даже взять наш отраслевой союз, да, это все люди, которые обладают уникальным 20-летним опытом в индустрии, да, то есть люди по сей день создают события, люди по сей день разрабатывают креативные концепции, которые могут привлечь не только туристов, обратить внимание самих граждан к любому вопросу, который касается территории. Зажечь, зажечь население. Потому что не только граждан. Чтобы люди поднялись и сказали классно. И наверняка при правильной подаче и после определенных диалогов это вполне возможно, этот путь и вектор для себя могут выбрать и крупные компании, и корпорации, чтобы вместо того, чтобы просто исключительно датировать различные празднества, в принципе, которые действительно разовые, но несмотря на то, что понятно, мы, может быть, отнимаем хлеб у коллег или где-то даже у себя, понятно, что если нам заказывают просто какое-то локальное событие, мы его сделаем, потому что это отвечает требованию заказчика и его ожиданиям. Но именно вполне возможно, что и уже есть такая тенденция, что даже крупные компании, которые являются владельцами крупных бизнесов, города и регионы, образующих предприятий, что они обращают внимание на то, что действительно можно запускать проекты, и те деньги, которые, по сути дела, в виде фейерверка улетают в небо, там, да, они могут реально способствовать тому, чтобы запустить и генерировать эти механизмы. И вот у нас в прошлом году проходил форум на тему, как бы, геобрендинга, его, собственно говоря, там, да, основным инициатором являлся спокойно, там, Пан Круфин Александр Павлович, там, это профессор, специалист по маркетингу, который, как бы, занимался последние годы именно этой, как бы, проблемой. То вот уже именно во время этого форума как раз и поднимались эти вопросы, и был разбор конкретных кейсов, и, собственно говоря, это была площадка, на которой как раз и участвовали в диалоге, там, да, и профессионалы отрасли, и представители, как бы, с мест, там, да, какая-то муниципальной власти, и, соответственно, как бы, региональные, и представители, как бы, бизнеса. Поэтому в следующем году вот мы рассматриваем, что, как бы, весной, скорее всего, мы проведем, как бы, берем очередной этот форум, который, как бы, надеемся, поможет сделать очередной шажочек в этом направлении. — Ну, то есть я правильно понимаю, сейчас, ну, если не основная, то одна из главных проблем — это найти взаимосвязи просто, да, вот с этими самыми властными лист-структурами, с утрогами бизнеса, потому что я вижу это и чувствую это, что идеи-то предостаточно у экспертного сообщества, да, Сережа? То есть от чего зависит вот это торможение сейчас? — Ну, в нашей стране все, все, все зависит от... — Все упирается в административный ресурс. — В административный ресурс. Как только административный ресурс включается, дальше уже зажигается все. — А без него ведь выключить его, условно, нельзя. — Трудно себе представить, что там какая-нибудь, я не знаю, там региональная столица, вдруг население пригласит вот нас, экспертов, и скажет, ребята, что бы нужно? — Конечно нет, начнется все с администрации. А уж дальше эксперты могут предложить что-то такое, чтобы действительно население включилось, чтобы им было в кайф в этом участвовать, чтобы они хотели продолжать, независимо от того, какой мэр будет потом. — Не, ну хочется отметить то, что население сейчас тоже ведет достаточно активную жизнь в том смысле, что общественное объединение, те люди, которые руководят сообществами и культурными в том числе, они выходят с инициативами к власти для того, чтобы создать некий бренд региональный и для граждан, и для внешних аудиторий. А в свою очередь уже власть обращается к экспертам, она знает их в лицо, да, то есть она понимает, куда необходимо сделать запрос для того, чтобы получить и глубокое, и креативное предложение. И это же, опять же, вернусь в то, что это комплекс мероприятий. — Совершенно верно. Я тоже об этом подумал, что это все-таки задача ставиться не провести какое-то мероприятие, что называется, заработать денег, да, ну или просто отметиться ради галочки, а действительно вещь более глубокая и более продолжительная. Мне почему-то вспомнил известный фильм с Ильинским, помните, может быть, да, когда он слушал-слушал сценариста, а потом бухгалтер говорит, я хочу знать, а во что мне все это выльется? Тоже, кстати, не последний, наверное, момент. Спасибо огромное, уважаемые эксперты. Дмитрий Калантаров, Дмитрий Козлов и Сергей Князев были сегодня в студии сухого, простите, бизнес-класса. Говорили мы на тему геобрендинга. Спасибо, уважаемые слушатели, вам за внимание и всего хорошего. Успехов в бизнесе. До свидания. — Спасибо большое вам. — До свидания.